книга открытым оком том 7 вопрос 1901 тема смерть говорят что от подвигов смирение себя никто не умирал раньше срока отвечает игнатий тихонович лапкин это расхожее мнение опровергается самыми житиями молодежь там не задерживалась и как мор на них только расцвел и уже нет человека тело человека есть храм и его нужно беречь заботиться о нем мыться сохранять послание ефесянам 529 ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти но питает и греет ее как и господь церковь апостол павел даже не подозревал что будут такие времена замонашенные когда в основу спасения будет поставлена ненависть к телу доходящая до самоубийство до павла таких людей и в помине не было никто и никогда так не поступал тогда просто рассмотри как христос заботится о церкви так и ты храни свое тело ибо разрушив его душе уже негде будет прислониться и она куда пойдет кто разрушает тело таким умерщвлением его разрушает здоровье тот будет врагом простите богу они другом и его накажет бог 1 коринфянам 317 если кто разорит храм божий того покарает бог ибо храм божий свят а этот храм вы житие святой феофании царицы память 16 декабря хотя постель ее и было устлана весоном и украшена золотыми украшениями но она не спала на ней а положив на полу чистую рогожу покрывавшую острые кости и зубы животных ложилась спать на нее и такое свое ложе на всякую ночь по изречению пророка давида омочала слезами и и после очень непродолжительного сна тотчас вставала на славословие божие от столь суровой исполненные всяких лишений жизни феофания впала в великую телесную болезнь житие святого махаила синкела или синкела память 18 декабря преподобные михаил было родом из иерусалима родители его люди благочестивые дали ему прекрасное образование он совершенствует знаком был с древнегреческую литературу хорошо изучил также и христианских писателей богослов и с молодых лет посвятил себя иноческой жизни по смерти его отца мать его и сестры постриглись в одном из монастырей по своей скромности и горячей любви к богомыслию он удалился было в уединенное место за все это время много было пролито святым горьких слез страдания надломили его здоровье тело его сгорбилась но духом исповедник оставался непоколебимо тверд житие святой феодоры кисарийской память 30 декабря пищи и и составлял лишь один небольшой кусок хлеба и то только в два или три дня единственная одежда и была из грубой шерсти постелью была наслана острыми камнями прикрытыми суровым рубище так она соблюдала бдение и во время невольного тяжелого сна а часто она проводила и целый ночи без сна недовольствуясь этими подвигами она обложила тело свое железными веригами и настолько изнурила все суставы и и телесные члены что от костей и исходил смрадный запах житие василия великого память 1 января пустыня понтийская было бесплодное климат ее был далеко не благоприятен для здоровья хижина в которой здесь жил василий не имела ни крепких дверей не настоящего очага не кровли за трапезой подавалась правда какое-то горячее кушанье но по словам григория богослова с таким хлебом по кускам которого от крайней его черствости зубы сначала скользили а потом вязли в них кроме общих молитв чтения священного писания ученых трудов василий великий и григорий богослов и другие тамошние иноки занимались здесь сами носкою дров тисанием камней уходом за огородными овощами и сами на себе возили огромную телегу с навозом житие серафима саровского память 2 января вот текст этого билета объявитель всего саровский пустыни романах серафим объявитель его саровской пустыни романах серафим уволен для пребывания в пустыне в своей то есть монастырской даче по неспособности его обществе за болезнью от непрестанного келейного бдения постоянного пребывания на служение в церкви и стояния в течение многих лет на ногах с небольшим лишь отдыха во время ночи серафим перед своим отшествием в пустыне на жительство впал в недуг ноги его опухли и на них открылись и язвы так что он лишился на некоторое время способности священно действовать болезнь сила была немалым побуждением к избранию им себе пустынической жизни и по усердию разумеются его особливые исключительно имеческие подвиги требовавшие требовавшие безмолвия и уединение и после многолетнего искушения искуса имеческого испытания в той обители и в пустыне уволен единственно для спокойствия духа бога ради и с данным ему правилам согласно святых отец положением и впредь ему никому не препятствовать пребывание иметь в одном месте и она утверждаю строитель иеромонах исайя 1797 год ноября двадцатого дня для верности печать прилагаю прессе конец цитаты новая цитата в это время он достиг 72 лет в пустыньку свою он стал ходить уже не часто тяготился даже в сорою принимать многочисленных посетителей тяжкие страдания ног которые мучительно болели от непрестанных бдений от раннейшего молитвенного стояния на камне в продолжении тысячи дней и ночей и от жестоких истязаний разбойников не давали ему покоя до конца его жизни и изъяс на ногах непрестанно истекала материя но видом преподобный оставался светлым и радостным духом чувствуя ту небесную радость и славу которую уготовал бог любящим его житие святой синклетики память 5 января в конце своей жизни она потерпела от искусителя тоже что потерпел некогда праведный иов ибо лютые недуги постигли ее и все ее тело было покрыто струпями истощено и изъедено язвами и червями так страдала она три года и шесть месяцев не дозволяя чтобы врач оказывал ей помощь и только возлагая на бога одного свою надежду житие святого пахомья великого память 15 мая больных в общежитии никогда не принуждали к усиленному посту хотя и не препятствовали им поститься пахоми иногда находим находил с нужным ослабить пост если видел что пост очень истощает силы больного и не дает ему поправиться однажды например сам пахоми тяжко заболел в больнице ему предложили съесть немного вареных овощей в это время в больнице лежал тяжко больной монах тело которого препятствия представляла кожу на кости так он исхудал после продолжительной болезни когда этот и на попросил больничные братья дать ему немного говядины те соглашать те не соглашались на это тогда больной просил отнести его к ави пахоми великий ава был поражен крайнему истощением инока и отсутствием благоразумного сострадания в больничных братьях он строго сказал им безумные где страх божий ведь бог сказал возлюби ближнего как самого себя уже ли вы не видите что этот брат почти мертв почему вы не дали ему того чего он у вас просил я теперь не могу не есть не пить ведь есть различия между болезнями и одна болезнь бывает более жестокую чем другая пахоми не мог удержаться от слез при виде тяжко больного инока и бессердечная ревности других о строгом соблюдении устала пищи теперь иноки поняли свою неправду они тотчас спасали купить козленка и приготовили из него окушение которое подкрепила ослабевшая тело больного брата и ободрила его унылую душу житие симеона столбника память первого сентября стоя на одном месте подвижник привел к вере столь многих как если бы проходил всю вселенную уча и проповедуя ибо как солнце испускал лучи добродетельного жития своего и сладко глаголевого учения и просвещал окрестные страны что сказать о непостижимых подвигах преподобного выразить их невозможно ибо они превосходят силы человеческие иногда он стоял по долгу неподвижные иногда же приносил молитвы богу творя частые поклоны некто и стоявших при столпе рассказывал что он хотел сосчитать поклоны которые полагал подвижник не переставая и на счета в 1244 выбился из сил и будучи не в состоянии смотреть на высоту столбную перестал считать святой однако не изнемог от поклонов но принимая однажды в неделю пищу и то весьма малую и легкую сделался легким и способным к частым поклонам от долгого же стояния открылась у него и на другой ноге язва не заживая не заживавшая и много крови истекал из нее но и сие страдания не могло отвлечь его от богомыслия все доблестно претерпел добровольный мученик но принужден был показать свою язву житие святого ефимия нового память 15 октября звал его прийти облегший его великую схему старец феодор чтобы вместе с ним отправиться на афон просьба старца была исполнена и на афоне около одра феодора так как он от долгого подвижничества был слаб и бессилен ефимию суждено было выполнить новый подвиг подвиг служения по заповеди спасителя больным и немощным он сам выстроил для феодора новую келью с великим усердием служил ему в ней сие продолжалось до тех пор пока больной старец нестерпимо страдая от жестоких болезней не отбыл в салоне чтобы обратиться там к врачебной помощи там он и обрел свое вечное упокоение в деревне не нарадуюсь трудясь как славно отдыхать вдали от шума жизнь сельская важнее отродясь жить неворованным здесь сможет только умный с утра до вечера труды твои занятия находят подтверждение в божьем слове земля и скот тебя прославят знатным как слышал молоко на языке коровьем ты должен все уметь и сам построить засеять сохранить продать и развести дворец себе конюшню и коровник так жили деды прадедов отцы колодец туалет пути ограды и баню сам в поту соленом моясь здесь не до карт везде такие траты сынишка рядом учится на совесть готовить обувь шубы полотно и прясть и ткать предметы к ним сготовить твое умение не пришло само достаток на участок вдовий как хорошо жилы как хорошо жилось всегда в деревне когда надсмотрщика помещика не знали все перепутал змей багряный древний тот против нас сегодня кто не с нами так и пошло поехало все юзом пока не опрокинулась в кювет нет блудницы советского союза ЦК КПСС как будто тоже нет но жизни нет достойной оправдания в деревне все не пьют а запились печать отверженности терпим наказание за бога отступничества но что это за жизнь пытались звать мы ко Христу прохожих ходили по домам и звали на занятия но отговорки прежние все тоже поля валы и недосуг женатым 9 сентября 2003 год Игнатий Лапкин и и и и и и